Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко решил досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины седьмого созыва. Выборы нового парламента состоятся 26 октября этого года. Причина таких действий – отсутствие коалиции. Прежняя распалась 24 июля, новая в течение месяца так и не появилась. Опросы общественного мнения показывают, 80% граждан поддерживают необходимость проведения внеочередных выборов. Таковым было и одно из главных требований революции достоинства, подчеркнул Петр Порошенко. Выборы – лучший способ люстрации. Начинать очищение следует с высшего законодательного органа, отметил глава государства. В целом состав Верховной Рады не соответствует политическим настроениям украинского общества. Общество настолько быстро изменилось, что депутаты не успевают за его историческим шагом. С момента предыдущих выборов прошло всего два года, но кажется, будто прошли десятилетия. Настолько другой стала страна. Голосование 2012 года, когда избиралась эта Рада, не было ни честным, ни демократическим, ни прозрачным. Оно просто не соответствовало европейским стандартам. Поэтому критически низким оказался потенциал действующей Верховной Рады. Это еще один аргумент в пользу перевыборов. Ведь наши враги не только диверсанты, террористы и наемники, которые пришли с той стороны российско-украинской границы. Не меньше вред, чем грады или буки, наносят коррупция, безработица, бедность. И мы должны одержать победу на всех этих фронтах сразу. Петр Порошенко рассматривает победу на Донбассе и победу демократических реформаторских сил Верховной Раде как взаимосвязанный процесс. А внеочередные парламентские выборы – часть мирного плана президента. Ключевой момент – политический диалог. При этом глава государства подчеркивает, с боевиками можно разговаривать только с помощью силы. А большинство из действующих депутатов потеряли авторитет и влияние на людей. Те, кто получит мандат доверия на Донбассе, через два месяца будут представлять регион при общении с центральной властью, отмечает Петр Порошенко. Однако, внеочередные выборы не означают, что с действующей Верховной Рады снимается ответственность за судьбу страны. Депутаты будут работать до избрания нового парламента. И главная их задача – в сентябре ратифицировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, подчеркнул президент. Как президент гарантирую, что выборы пройдут честно, демократично и прозрачно. В электоральной истории страны они станут такими же образцовыми, как и нынешние выборы президента. Избирательный бюллетень – это мощнейшее оружие в руках граждан, чтобы защитить страну. Ни одного шанса пятой колонии и силам реванша. Призываю избирателей к высокой явке, а демократические и политические силы – к походу на выборы единой, мощной, проукраинской и проевропейской командой. Только при таких политических условиях мы сможем изменить страну к лучшему. Призываю всех прийти на выборы и завершить начатый в июне процесс формирования новой власти. Слава Украине! Петр Порошенко готов к дипломатическому бою. Президент Украины решительно настроен на встречу в Минске. Об этом в своем твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин. Дипломат назвал предстоящие переговоры сложными. Напомним, сегодня в столице Беларуси состоится встреча президента Украины с лидерами Евразийской тройки, Россия, Беларусь, Казахстан и представителями ЕС. Главными темами встречи станут имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, вопросы энергетической безопасности и урегулирования ситуации на востоке Украины. Мариуполь под контролем Национальной гвардии и сил АТО, сообщает Донецкая облгосадминистрация. Террористы через российские СМИ распространяют ложную информацию, что якобы силовики покинули город. Факт дезинформации еще раз свидетельствует о панических настроениях в рядах боевиков и попытках вызвать панику среди местного населения. Подчеркнули в штабе АТО в Мариуполе. Кроме того, на телефон доверия силовиков поступают сообщения от местных жителей о том, что в городе активизировалась деятельность групп людей, которые агитируют местное население за вступление в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику. Командование сил АТО просит сообщать о подобных случаях правоохранительные органы и не поддаваться на призывы сепаратистов. Херсонские энергетики работают на безопасность страны. За последние полгода Херсон Облэнерго построил почти полтора километра воздушных линий и установил три трансформаторных подстанции. Свет провели в здании временной дислокации. На блокпосты в компании опровергли информацию об отсутствии электроэнергии на украинском пропускном пункте Чангары. Якобы незаконная поставка электроэнергии на российский пропускной пункт. С момента организации украинского пограничного поста в селе Чангар энергетики обеспечивают его бесперебойное электроснабжение. Добровольческий батальон АЗО вернул контроль над городом Новозовск Донецкой области. Вчера бойцы уничтожили под городом два танка террористов. С нашей стороны обошлось без жертв. Сила АТО контролирует и трассу Новозовск-Мариуполь. Опасность наступления на Мариуполь миновала. Основные бои велись под населенным пунктом Маркино. Боевики атаковали с севера. Кроме того, со стороны России туда выдвинулась военная техника. Около 30 танков по состоянию на сегодня. Вражеская техника частично уничтожена и отступила. Южные рубежи Донецкой области защищают добровольческие батальоны и нацгвардии. В случае прорыва всех протестов, они могут прорвать непосредственно наступление ваших войск и выйти в этом направлении. Поэтому мы здесь стратегически важный бег для того, чтобы они не смогли пройти мимо наших. Министр обороны Украины Валерий Гилетте через фейсбук обратился к родственникам российских военнослужащих с предложением поинтересоваться, не находятся ли их родные на территории Украины. Министр попросил забрать солдат домой с тем, чтобы они не гибли за частные интересы кремлевских чиновников. Напомним, 24 августа в Донецкой области в 20 километрах от границы с Россией были задержаны 10 российских военнослужащих. Задержанные входят в состав 331-го парашютно-десантного полка Российской Федерации, который базируется в Костроме. Вы знали, что вы находитесь незаконно на территории Украины? Догадывался. Ну, понял я, когда уже нас начали бомбить. А как попали на территорию Украины? Ехали колоннами. Не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли. Ничего не говорили. Просто сказали, что совершаем марш 70 метров. Выход на три дня. Чехия осуждает действия России в отношении Украины и призывает Москву немедленно прекратить дестабилизацию ситуации на востоке нашей страны. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Чешской Республики. Прага призывает Кремль и немедленно прекратить поставки тяжелого вооружения и обстрел украинских подразделений. Кроме того, чешский МИД осуждает так называемый парад украинских военнопленных, устроенный террористами в Донецке на День независимости Украины. Европейская противоракетная оборона не будет направлена против России. Она предназначена для защиты от потенциальных угроз, исходящих из вне Евроатлантического региона. Так, в штаб-квартире НАТО прокомментировали сообщение, что страны Балтии и Польша обратились к альянсу с предложением нацелить систему ПРО в Европе против федерации. В то же время Североатлантический альянс принимает меры, чтобы укрепить коллективную оборону ввиду агрессивных действий России против Украины. Конкретный план будет принят на саммите НАТО, который в начале сентября состоится в Уэльсе. Украинка Надежда Савченко попала в плен к боевикам до гибели российских журналистов, в смерти которых ее обвиняют. Об этом сообщил адвокат летчицы Марк Фегин. Под арестом абсолютно невиновный человек, резюмировал он. Тем временем суд Воронежа планирует продлить ее пребывание в СИЗО. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании 27 августа. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами и до встречи. Комментарии обсудят поправки к люстрационному законопроекту об отчистке власти. О помощи переселенцам из Крыма и зону проведения антитеррористической операции проинформирует министр социальной политики Людмила Денисова. Состав нового кабинета министра Франции планируют огласить сегодня. Прежнее французское правительство, назначенное в апреле 2014 года, накануне ушло в отставку. Экономика Франции находится в состоянии стагнации. Ранее президент Франсуа Уланда объявил, что до конца года ее рост не составит и 1%. Пограничные службы России, Эстонии и Финляндии 26 и 27 августа проведут совместное учение в акватории Финского залива. В ходе учения погранслужбы отработают организацию поиска и спасения людей после авиакатастроф, а также помощь терпящим бедствия кораблям. Субтитры создавал DimaTorzok